Здравствуйте, с вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. Погода постепенно приходит в норму. Дождей становится меньше, солнце становится больше, природа начинает расцветать. Однако помимо этого, для рыболовов есть замечательная новость. Начинается долгожданный ход плотвы. Однако помимо нее, на этой неделе мы сможем половить Чихонь, Густеру и Язя. Но обо всем по порядку. Температура воздуха на этой неделе будет от плюс 8 до плюс 15 днем и от плюс 2 до плюс 7 в ночную пору суток. Ветер в середине недели сменится с преимущественно северного на более южный и будет достигать до 9 метров в секунду. Влажность воздуха будет средняя. Дожди возможны во вторник и в воскресенье. В остальные же дни ожидается солнечная погода. Атмосферное давление будет слегка пониженным от 740 до 755 миллиметров ртутного столба. Так как погода становится все более стабильной, перед выходом на рыбалку следует почаще заглядывать в лунный календарь. На протяжении всей недели луна будет убывать, а в воскресенье ожидается новолуние. Исходя из этого, можно сказать, что лучшими днями для ловли рыбы будет с понедельника по пятницу, так как во время убывающей луны часто отмечается высокая активность рыбы. Весенний ход платвы уже начинается, а это значит, что рыба массово отправляется на свои нерестилища. Обычно это происходит, как только температура воды превысит отметки плюс 8 градусов. По пути к нерестилищам платва очень активно кормится всем, что попадается ей на глаза. Чаще всего на кормежку они заплывают на мелководье и прибрежные участки, где нет течения, либо оно слабое. Именно такие места следует посетить в первую очередь. Лучшая снасть для ловли платвы в это время поплавочная удочка. Сезонный запрет позволяет рыболовам в это время ловить рыбу одним удилищем на один крючок и поверьте, для ловли платвы этого будет предостаточно. С леской уже можно не мелочиться, но она должна быть не толще 0,2 мм. Удилище лучше взять полегче и подлиннее от 4 метров при ловле с берега. А в качестве наживки берем мотыля или опарыша. Мустеру следует искать в заливах, устьях рек и больших затонах. Прежде чем выйти на ловлю этой рыбы, следует позаботиться о прикормке. Лучшей основой для нее выступит пшено в сочетании с пропаренным горохом. Оно как следует утяжелит прикормочный шар, убрав излишнюю влагу из пропаренного гороха. Ловля проходит поплавочной удочкой с чувствительным поплавком, а в качестве наживки используем мотыля. Чихонищим в крупных заливах вблизи перекатов. Ее ловля проходит на поплавочную или спиннинговую снасть, в зависимости от силы течения. Очень часто стаи чихони плавают неподалеку от места обитания окуня или других небольших хищников. В качестве приманки используем опарыша или земляного червя. Ясь очень часто уходит на нерест одновременно с плотвой, при воде температурой выше плюс 8 градусов. В основу прикормки кладут рубленого червя или мотыля, смешивая с сыпучими кормами и утяжеляя закормочный шар местной почвой. Ловля зачастую проходит на поплавочную удочку с леской диаметром до 0,2 мм и поводками 0,15 мм. Само удилище для ловли язя должно сочетать в себе легкость и прочность. Отлично подойдут варианты из углепластика, оснащенные безинерционной катушкой. Подведем итог. Погода стабилизируется, становится теплее, дожди идут намного реже. Постепенно начинается весенний ход плотвы. В первую очередь искать ее следует на мелководье, а клев в это время гарантирован. При ловле язя и густеры место ловли предварительно необходимо закормить, а сама ловля будет проходить на поплавочные снасти, на опарыша, червя или мотыля. Чехонь удобнее всего ловить с лодки на спиннинговые снасти, так как эта рыба сейчас находится довольно далеко от берега. Мы желаем вам хорошо провести время на рыбалке, не забывайте о норме вылова и до встречи через неделю!